Власти Сургута планируют в этом году снести несколько незаконных построек. Всего в реестре контрольного управления мэрии 66 объектов. 19 из них убраны в прошлых годах. Один из них на Агрессовском пятачке напротив перекрестка Бульвара Свободы и улицы Энергетиков ликвидировали силами администрации города. По нему управление капитального строительства Сургута будет пытаться добиться возмещения расходов. 18 построек снесли собственники, половину из них убрали по требованию мэрии в рамках досудебного урегулирования. Остальное после вынесения соответствующих вердиктов. Сейчас в работе 39 объектов. По 19 имеются вступившие в законную силу решения судов о сносе, либо о приведении в соответствии с разрешительной документацией. По 20 идут разбирательства. В отношении 6 объектов из тех, по которым уже есть решение суда, есть в администрации города планы. В текущем году на демонтаж 6 объектов, на 3 у нас объекта точно рассчитаны УКСом суммы. Как мы знаем, заложены у нас деньги чуть более 10 миллионов 3 семерки на КФР. И УКС подготовил расчет на демонтаж автомойки на Никольской, которая у нас числится социальным адресом механизаторов 1Б. Там чуть больше 7 миллионов рублей, 7, 251, чтобы быть точным. Но мы все-таки еще рассчитываем, что собственный добровольный исполнитель суда, сколько все-таки объективно, это для него выгоднее. Сохранить свои материалы и гораздо дешевле провести работы. В этом году была выявлена и добровольно демонтирована постройка на улице Комплектовочной. Еще 7 объектов в разработке. По ним запрошена информация и документы. По 13 строениям из 19, где есть решение судов, сотрудники контрольного управления мэрии убеждают собственников самостоятельно снести их. Продолжается слушание и по торговым рядам на перекрестке улиц Пушкина и профсоюзов. Сразу несколько магазинов вдоль дороги также могут вскоре оказаться в очереди на ликвидацию. В прошлый раз, когда рассматривали вопрос сноса объектов незаконного строительства, мы говорили про, скажем, торговый ряд на профсоюзах. Да, и говорили о том, что пока по всем судебные решения состоятся, по всем работ никаких не будет. У нас вот один там объект, последний, я так понимаю. А по ним еще уже принято решение или нет? То есть получается, мы ждем все-таки полностью решения по всем торговым точкам, и тогда мы приступаем уже к следующему. Наверное, именно так было согласно представлению прокуратуры, с первым кто администрации указан, дождаться решений по всем. Они все знают прекрасно о том, что мы будем делать, просто смысл физически сейчас этого делать нет. То есть нужно уж комплексно тогда будет подходить. И, соответственно, расчеты делать, да, на весь комплекс объектов. Так, смежности.